Привет, ребят! Многие просили делать больше обучалок по основным трюкам, так что вот вам классическое начало в стиле брейл. Меня зовут Аарон Кайро, я профессиональный скейтбордист из Сан-Франциско, и сегодня я научу вас, как делать хилл-флип. Основная позиция ног тут такая. Ваша передняя нога стоит вот так, и ваши пальцы немного свисают. Это очень важно. Носок должен заходить за край, потому что только такая позиция ног позволит вам правильно закрутить хилл-флип. Так что надо, чтобы кончики пальцев свисали с краю доски. Ваша передняя нога выглядит вот так. Ваша задняя нога сбоку, в таком вот боковом кармане. Вроде как, когда играете в бильярд и загоняете шар в угловую лузу. Вот сюда надо поставить заднюю ногу. Давление при щелчке должно приходиться на носок ноги. По какой-то причине в хилл-флипе, если передняя нога стоит так, а задняя нога стоит так, такая позиция помогает выравнивать давление на доску. Видите, щелчковая нога давит на заднюю сторону доски, ведущая нога на переднюю сторону доски. Так что, когда щелкаете и закручиваете флип, по какой-то причине это выравнивает доску. Это, по сути, то, что я бы назвал секретом хилл-флипа. Здесь есть пара секретов, и оба их я расскажу вам в этом видео. Так что, это основная позиция ног, надеюсь, это ясно. И затем начинаем практические шаги. Первый шаг схож с первым шагом к Олли. Щелчок, 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 щелчок. Вы уже должны уверенно делать этот шаг, потому что перед тем, как начинать учить хилл-флип, вы уже должны уметь делать довольно большое количество трюков. Должны уже уметь уверенно ездить, делать Олли. Фронт-сайд-180. Бэк-сайд-180. Делать поп-шавит. Фронт-сайд-шавит. И только после этого вы готовы к хилл-флипу. Да, вы, конечно, можете учить хилл-флип и вне этой последовательности. Найдется куча людей, которые уже приземляют хилл еще до всех этих трюков. Но я считаю, что все эти трюки проще, чем хилл-флип. И они способны дать вам стойкое и правильное ощущение контроля доски. То есть дать понимание, как двигать вашу доску, крутить и вращать. Контроль возрастет при изучении этих трюков. И вы действительно будете готовы к хилл-флипу. И выучите его быстрее. Потому что вы хотите выучить его быстро. Отлично. Так что опять. Щелк, щелк, щелк. А затем просто становитесь вот так на заднюю ногу. А переднюю ногу тащите и закручиваете. Тащите и закручиваете. Много-много раз. Чем больше вы практикуете это, тем лучше. Эти ранние, более простые шаги помогут вашей ноге и стопе запомнить правильные движения во время трюка. И это реально вам пригодится. Так что уделите этому время и отполируйте эти движения таким образом. Следующим практическим шагом будет отпускание доски вашей задней ногой. Вы щелкаете, закручиваете передней ногой. Тут вы усваиваете движения, закручивающие доску. Задней ногой вы наступаете на асфальт. Так что вы в безопасности. Просто улучшите это вращение. Учите, учите и учите. Снова и снова. Кстати, задней ногой вы сходите за доску. Назад. Не надо ставить заднюю ногу перед доской. Только назад. И я настаиваю на этом. Потому что большинство комментов об этом трюке говорят о том, что когда ты пытаешься приземлить его, ты закручиваешь доску и она улетает за спину, а ноги приземляются перед ней. Поэтому, практикуя хил флип, заваливайтесь немного назад. Так что когда вы щелкаете и заваливаетесь назад, тоска будет держаться прямо под вами, а не позади. Это очень-очень важно. И я не имею в виду наклоняться назад, на заднюю ногу, а наклоняться назад в направлении пяток. Так что щелкаете, закручиваете доску, доска вращается под вами, ловите задней ногой, потом передней, приземляетесь на согнутые колени и уезжаете. Подытожим весь трюк. Заднюю ногу ставьте в угловую лузу, в заднем краю доски. А передний носок немного свисает. Я просто ставлю на край доски место, где сгибаются пальцы. Также нужно ставить переднюю ногу немного назад, подальше от болтов. При кикфлипе передняя нога рядом с болтами. Но если тут ставить ее слишком близко к болтам, то трюк не получится. Но если я уберу ногу немного назад, ближе к центру доски, не прямо в центр, просто слегка назад, тогда это поможет мне получить это вращение. Вывести правильно ногу, закрутить доску. Это поможет мне правильно запустить доску в воздух. Это секрет номер два. Первый секрет был это поставить заднюю ногу в угол. Оба они связаны в основном с позицией ног. Так что переднюю ногу ставьте немного назад. Так что щелкайте, вытягивайте, закручивайте, а затем вуш. Вы хотите видеть, как доска вращается под вами. Задней ногой ловите. А как только поймали задней ногой, ставьте и переднюю. Приземляйте. Но обязательно на согнутые колени. Это очень важно. Приземляйте. Напрягайте ноги. И уезжайте. Отлично. Едите прямо. Ноги в позиции для хилфлипа. Щелкайте. Не забывайте отклоняться слегка назад в направлении пяток. Щелкайте задней ногой. Переднюю вытягивайте почти как приольные. Но только выводите ногу в сторону внешнего переднего угла. При этом ваша нога закручивает нос доски. Вот тут при замедлении хорошо видно это закручивание пяткой. Закрутили. Доска совершает полный оборот. Ловите задней ногой. Потом обеими. Приземляйте. Уезжайте. Празднуйте. И танцуете как Лэнс. Прекрасно. Это хилфлип. Надеюсь я объяснил все. Я старался сделать это максимально детально и подробно, насколько это возможно. Но если у вас есть другие вопросы по каким-то другим конкретным вещам, пожалуйста, пишите их в комментариях. Вообще-то мы основываем наши видео на тех комментариях, что вы нам оставляете. Часто пишут что-то типа «Не могу сделать хилфлип», «Не могу поставить поп-шравит», «180» и так далее. Так что мы стараемся обновлять эти видео, чтобы помогать вам еще больше. Но если вы очень-очень-очень хотите освоить все основы, самое лучшее, и уже много людей успешно опробовали это, это «Скейтбординг сделан проще» часть первая. Одна учит вас основам. Многие люди не понимают, что «Скейтбординг сделан проще» — это не просто видео с Ютуба, собранное вместе в одно видео. Это отдельное полнометражное видео, которое проведет вас через каждый мелкий шаг каждого трюка. Оно длиною в час, так что весьма детальное. И я правда вложил свои кровь, пот и слезы в это видео. Я считаю, что это качественный продукт. И я знаю, оно уже помогает многим людям. Можете заценить на нашем сайте, в iTunes, также в Google Play. Я думаю, оно на каждой популярной платформе цифровых загрузок, которой вы могли бы пользоваться. И на BrailleSkateboarding.com, и в форме цифровой загрузки, и на DVD. Обязательно зацените. Я знаю, оно вам поможет. И если у вас есть другие вопросы, или у вас какие-то трудности, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях. Спасибо вам за ваши подписки и за лайки. Нам нравится, что вы учитесь. И очень круто, что вы прогрессируете. Спасибо еще раз. Вы, ребят, лучшие. Обязательно зацените «Скейтбординг сделан проще». Он доступен на всех этих платформах. iTunes, BrailleSkateboarding.com, Google Play. Это самое подробное видео, которое мы когда-либо делали. Оно научит вас скейтбордингу лучше, чем любое другое. Вы не будете разочарованы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...